Деньги можно вернуть. Фонд социального страхования вернет часть средств, затраченных на оплату страховых взносов руководителям предприятий, на которых трудятся сотрудники, связанные с вредными и опасными производственными факторами. Для этого необходимо обратиться в фонд социального страхования. Об этом говорили на очередном заседании Межведомственной комиссии по охране труда, которое состоялось в администрации. В Губкинском на 19 предприятиях условия труда связаны с вредными и опасными факторами. Но только 6 руководителей предприятий в прошлом году обратились в фонд за возвратом средств. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 10 декабря 2012 года номер 580 Н. Страхователь вправе привлечь денежные средства Фонда социального страхования для финансирования мероприятий предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. Значит, сюда входит и проведение специальной оценки условий труда. Деньги, возвращенные фондом, можно потратить на обучение по охране труда, средства индивидуальной защиты, санаторно-курортные путевки, лечебно-профилактическое питание, а также на оплату медосмотров. За помощью в получении средств из Фонда социального страхования можно обратиться в Управление по труду и социальной защите населения. Также на заседании комиссии заслушали информацию по несчастному случаю, который произошел у предпринимателя Валерия Сафонова. Водитель предприятия выполнял подкачку колеса самосвала без средств индивидуальной защиты. Внезавна произошел разрыв подкачиваемого колеса и мощный поток воздуха из разорвавшейся шины отбросил водителя Жукова назад. При падении Жуков ударил с отыльной стороны головы о фарту к автомобилю, ударил голову, что привело к травме. В результате пострадавший получил множественные травмы головы. В настоящий момент потерпевший находится на больничном. Ему выплачивается материальная помощь. Комиссия по охране труда рекомендовала индивидуальному предпринимателю обеспечить системную работу, а также усилить контроль над выполнением требований в сфере охраны труда работников.